Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Работала в ковид-госпитале номер один. Региональный Минздрав выразил глубокие соболезнования семье и близким девушке. Она с честью выполняла свой долг в госпитале особо опасных инфекций. Самоотверженно спасала больных с первых дней работы госпиталя, рассказали в ведомстве. Это первый медработник в регионе, заразившийся во время работы. При первых же симптомах молодая женщина была госпитализирована. КТ показала поражение лёгких. В итоге у пациентки диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии. К слову, за минувшие сутки скончались два жителя Кабардино-Балкарии с подтверждённым статусом COVID-19, сообщает в воскресенье оперативный штаб по профилактике коронавируса в КБР. По состоянию на утро 7 июня в Кабардино-Балкарии проведено 54 114 тестов на коронавирус. Всего выявлено 3348 подтверждённых случаев заражения, в том числе 76 за минувшие сутки. За весь период выздоровели 1625 пациентов, 33 скончались. На данный момент в медицинское учреждение Республики госпитализированы 1029 человек, в том числе 57 в реанимацию. Два пациента, жительница города Прохладный, 1949 года рождения, и житель города Нальчик, 1937 года рождения, скончались. На амбулаторном лечении 500 человек. Дома под медицинским наблюдением остаётся 2197 человек, имевших контакты с заражёнными людьми. Всего за прошедшие сутки в России коронавирус диагностировали у 8984 человек. Всего в стране инфицированы 467 673 человека. Согласно официальным данным, за сутки в России умерли 134 человека. За весь период скончались 5 859 человек. Выписаны ещё 5 343 человека. За весь период вылечились 226 731 человек. Россия остаётся на третьем месте в мире по числу заражённых, уступая лишь Бразилии и США. К слову, ранее в Пензенской области в клинической больнице Бурденко произошёл первый случай смерти медицинского работника, сообщила пресс-служба регионального Минздрава 4 июня. В некрологии говорится, что после продолжительного лечения умерла Инна Геннадьевна Кадилова, младшая медицинская сестра по уходу за больными приёмного отделения больницы. Женщине 29 июня исполнился бы 51 год. У неё остались муж и взрослые сын и дочь. Напомним, в Пензенской области это уже не первый случай смерти медработника. Так о первом скончавшемся медработнике стало известно ещё 5 мая. От пневмонии умерла фельдшер станции скорой медицинской помощи.